Приветствую вас! Начать мне бы хотелось с того, что сказать вам о том, что психологи не ставят диагнозы. Диагнозы ставят врачи, а психологи этим не занимаются. Психологи выявляют определенное состояние человека и помогают ему с этим состоянием справиться. И исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, что у вас свидетельствует огромная неуверенность в себе. Это раз. Второе. Страх может быть отходной. Страх осуждения. Страх одиночки. Это два. Третье. Непринятие себя. То есть низкая самооценка, отсутствие любви к себе и гипертрофированное чувство вины, которое, естественно, было либо привито вам в семье, либо не было должным образом убрано вашими родителями, ну, в данном случае, вашей мамой, наверное. И, собственно говоря, еще, я думаю, у вас имеют место быть ко-комплексы, то есть неверное представление о том, какая вы, как о вас думают люди, и каковы другие люди, и почему они поступают определенным образом, и думают также определенным образом. Вот, в принципе, это ответ на ваш вопрос. Что с вами? Теперь, собственно, вопрос, который вы не задаете, но вопрос, который неизменно последует. Что с этим всем делать? Ну, во-первых, повышать уверенность в себе. Это первое. Повышать уверенность в себе и учиться правильно воспринимать какие-то вещи. И в первую очередь начинать нужно с детства. Когда вас в четыре года оставил отец, то вы, вероятно, видели свою маму в плохом состоянии, в теселом, в подавленном. И вполне вероятно, что в этот момент вы испытывали чувство вины. То есть вы чувствуете, что это вы виноваты в том, и что это произошло. И отсюда, возможно, от частки идет ваша позиция. Но она, возможно, идет из этого. Я бы сказал, что частично она идет из этого, но не полностью. А вам, ваша мама, может быть, в силу того, что она несчастна, была или есть, может быть, в силу других причин, не додавала принятие себя, не научила любить себя, и не научила принимать себя полностью. И думается мне, что связано это в некоторой степени с тем, как она к вам относится, как вы к ней относитесь, и как она относится к вашему отцу, и как вы к нему относитесь. Это вот, пожалуй, первое. Второе. Значит, неуверенность в себе купируется постановкой определенных задач. И целенаправленной деятельностью в этих направлениях. Ну, то есть, почему вы не уверены, после определения этого, соответственно, устанавливаем цели, разбиваем цели на определенные задачи, и постепенно-постепенно эти задачи выполняем. Далее. Принятие себя и любовь к себе. Здесь идет работа с вашими личностными качествами, такими, как недостатки. И ваше отношение к ним. Уверен, вы считаете себя некрасивым, уверен, вы считаете себя недостойным, уверен, вы считаете себя необщительным, уверен, вы считаете себя какого-нибудь еще. Почему? Потому что вы не принимаете себя. Отсюда ваше стеснение. Стесняющийся человек, который стесняется, это тот, кто не принимает сам себя. Соответственно, он не может принять других. А другие не могут принять его. Потому что этот человек не принимает сам себя. И данный аспект стоит начинать с того, чтобы все ваши качества принимать. Учиться их принимать. и менять к ним свое отношение от видения их в качестве недостатка до видения их в качестве своих особенностей, индивидуальных в том числе. Ну и для начала я предлагаю вам некоторую такую схемку, где вы пишите свои положительные качества и учите себя хвалить за то, что вы делаете что-то в соответствии с ними. это с одной стороны. А с другой стороны вы пишите свои отрицательные качества и тут же разделяете их на две части. Те, которые являются негативными всегда и везде, и те, которые являются негативными время от времени. те, которые являются негативными время от времени, это и есть ваши индивидуальные особенности в большом счет. Те же качества, которые всегда являются негативными, это то, что делает вас человеком. Потому что человек без определенных отрицательных качеств это не человек. Далее следует подумать о природе вообще отрицательных качеств. То есть, что это значит? Что такое отрицательные качества? Как раскрывается суть негативности того или иного качества? И здесь я бы рекомендовал бы вам за опорную точку взять сведение негатива тех или иных качеств к вреду другим людям. То есть, негативные качества в первую очередь являются таковыми в том случае, если они причиняют вред другим. Если вреда они не причиняют, соответственно, это качество не негативное. Но к ним может быть определенное отношение других людей. и вот чем это отношение вызвано, необходимо разбираться. Вот вы пишите, например, и я знаю, что компания, которая периодически появлялась у меня на первом этаже, мне ничего не сделает. Но панический страх нападал на меня, и я умолял маму не отправлять меня сейчас. знаете, если панический страх у вас имеет место быть, вполне вероятно, у вас собительское расстройство. Вот вы говорите, что можете стоять в пару, не сметь зайти туда в аудиторию, и так далее. Вот у вас социофобия, хотя это диагностировать не мне. Но в любом случае обработать со взрослым нужно. Для начала определить его вообще природу. это вот как бы следующее, что вам нужно сделать. Определить природу своего страха. Что это значит? Ну, смотрите, получается довольно любопытная ситуация, когда вы говорите, я вот знаю, что они ничего не сделают, но все равно боятся. так получается так, чего вы боитесь? Вы можете сказать, ну, я, например, я не знаю, чего я боюсь. Можете сказать, я не знаю, чего я боюсь. Хорошо. Если вы не знаете, чего вы боитесь, я могу это в принципе понять. понять. Тогда мы с вами просто-напросто стараемся понять, как работает ваш страх. Вот предположим, когда вам комфортнее всего в жизни. Когда что? Когда как? Как вам комфортнее всего? как? Я думаю, что ответить на этот вопрос вам необходимо. Потому что вопрос по большому счету довольно-таки такой значимый. Потому что от того, как работает ваш страх, будет зависеть и то, что вы будете делать для проработки его, этого самого, своего страха. И в зависимости от того, как он будет работать, в зависимости от этого, я полагаю, можно будет вам рекомендовать те или иные действия, связанные с ним. Ну, например, там, допустим, если вы опасаетесь просто людей, то есть, когда они появляются, любые посторонние люди, появляются в вашей, скажем так, жизни, то здесь я бы вам рекомендовал исходить именно из того, чтобы сознательно вводить определенных людей ну, свое пространство жизненное. И тем самым, значит, тренировать себя, чтобы адаптироваться к их нахождению с вами. либо если вы боитесь действительно каких-то определенных вещей, ну, если будет выявлено, например, что вы боитесь каких-то определенных вещей, тогда вообще работать нужно с ними. Боитесь вы либо наступления каких-то последствий и как следствие неумение справиться с этими последствиями, ну, то есть, или страх этих последствий, или, значит, отсутствие адекватного ответа этим последствиям. Либо вы боитесь представлений о себе, которые вы, ну, например, получите в результате вот наступления определенных опять же для себя последствий. То есть, либо сами последствия вас напрягают, либо представления о себе, которые будут меняться в результате наступления этих самых последствий. так же, говоря о представлении о себе, говоря о них, мне бы хотелось сказать, что те ваши переживания, когда вы говорите, что мне кажется, там со мной кто-то начал встречаться, мне нужно быть хороший, там и так далее. Это, помимо заниженной самооценки, это, помимо недостатка любви к себе, помимо этого, есть еще довольно такой важный момент, он связан именно с тем, что у вас неверные представления о себе, опять же, и именно эти вот неверные представления о себе, как раз такие, и, собственно, заставляют вас вот так себя позиционировать, таким вот образом. И, и я думаю, я думаю, что менять эти представления о себе, как раз таки, тоже, тоже, нужно. И делать это можно и нужно в процессе, работая, конечно, с психологом, потому что, как я понял, живете вы с этой проблемой уже не первый год, и, в общем-то, сразу она, к сожалению, ваша проблема не уйдет. Это народом, отчасти из детства, отчасти из того, как вы себя позиционировали, и так далее. Можно сказать, что у вас также отсутствует и достаточно выраженная модель женского поведения. То есть, это совокупность определенных алгоритмов поведения как женщины. И здесь это связано как с неправильным, ну, на мой взгляд, неправильным, может быть, неверным пониманием того, как должна вести себя женщина вообще в целом. И может быть отсутствие достаточно правильных идеалов. Вот. С этим тоже нужно работать, потому что то, что вы говорите, я имею в виду по поводу того, что женщина обязательно должна там готовить и быть в рамках. Это может быть и не лечено определенного смысла, но проблема случается в том, что это далеко не единственное, о чем вам можно и нужно думать, если мы говорим о том, как должна вести себя женщина. Потому что готовка и уборка это одно, но этого объективно мало. То есть здесь есть еще другие факторы, например, каким является человек по своим духовным, по своим личностным характеристикам. И этого у вас, как мне кажется, довольно мало, и вот как раз таки в этом контексте, в этом аспекте я и предлагаю вам тоже поработать и то тоже хотя бы сейчас на данный момент об этом подумать. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. Основные проблемы я вам обозначил. если уж говорить совсем в общем, то полагаю, что вы достаточно хороший сотрудник, вы достаточно хороший ребенок своей мамы. Вот. Полагаю, вы прелестная студентка была. но при этом как личность, как субъект личностного выбора, вы довольно таки неактивны. И вот в этом тоже заключается беда. Но это такой более общий, более абстрактный образ вашей проблематики. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!